В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. Известие об убийстве 41-летнего мужчины на улице Ставропольской 13 марта потрясло всю Самару. В преступлении признался 15-летний сын погибшего. Кроме того, по данным следствия, подросток тяжело ранил мать и младшую сестру. Что привело к трагедии, так до конца и неясно. 15-летнего Даниила, его фамилию следствие просит не разглашать, арестовали на два месяца. Подробности в сюжете. Обычный дом в обычном районе. На втором этаже много лет жила рядовая семья. Мать учительница, отец системный администратор, дети, школьники. Этих людей и их семейную идиллию, говорят соседи, можно было ставить в пример многим. В последний раз соседка Зоя Зайцева видела 15-летнего Даниила буквально за несколько дней до трагедии. Ничего необычного в поведении подростка не заметила. Я выходила с собакой гулять, а он открыл дверь моей собаки. Я говорю, большое тебе спасибо. Очень хорошая была семья, примерная. По словам соседки, после девятого класса Даниил собирался поступать в колледж, увлекался компьютерами и, наверное, хотел пойти по стопам отца. Вот только родители, как на допросе признался сам подросток, его средние успехи в учебе не радовали. Из-за этого, считают следователи, в семье произошел очередной конфликт. Он, взяв нож на кухне, направился в спальню, где спали его мама и сестра и нанес им по одному удару ножом в область жизненно важных органов. Затем направился в ванную, где находился его отец и нанес ему не менее двух ударов ножом. Мотивировал на свое решение тем, что не видел дальнейших перспектив в жизни, поскольку учился ниже среднего и родители его за это упрекали. 41-летний отец мальчика скончался до приезда скорой. Мать и младшая сестра попали в реанимацию. В зал суда подростка заводят под конвоем. Судя по всему, он до сих пор не понял, что произошло. Его родственники от комментариев отказались. На учетах он не состоял ни в психо-нинаркоптенспансере. Также на него имеется вполне удовлетворительная характеристика со школы. В силу возраста подростку грозит до 10 лет лишения свободы. Но выводы пока делать рано. Следствию предстоит допросить его сестру и мать. 700 бутылок контрафактной водки не попали к потребителю. В суд передано дело в отношении 29-летнего жителя Самары. Его обвиняют в производстве и хранении некачественного алкоголя и изготовлении поддельных акцизных марок. По данным силовиков, мужчина покупал спирт, разбавлял его водой и разливал по бутылкам. Производство контрафакта происходило в дачном доме в промышленном районе города, где и изъяли опасную жидкость. По результатам экспертизы в ней были обнаружены токсичные примеси, опасные для здоровья человека. В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу. А вот сотрудникам областного управления ФСБ попалась рыбка покрупнее. Ни много ни мало подпольный мини-завод, где производили контрафактный алкоголь. Он располагался в селе Большая Черниговка. Производили незаконный товар в двух цехах. Третий еще только строился. В ходе спецоперации оперативники изъяли около 60 тысяч бутылок незаконной продукции, почти 100 тонн спирта и спиртосодержащей смеси, пустую тару, поддельные акцизные марки и наклейки. По данным силовиков, здесь в сутки производили 200 тысяч бутылок с нелегальными коньяком и водкой. По предварительной оценке, стоимость изъятого алкоголя может составлять несколько сотен миллионов рублей. Также оперативники задержали 62 иностранных гражданина. Большинство из них находились в России незаконно. Организаторы подпольного производства – двое россиян и гражданка Грузии. Сейчас женщина находится в спецучреждении для мигрантов, мужчины – в розыске. Мини-завод располагался прямо у дороги, посторонних туда не пускали. Незаконный груз вывозили под видом стройматериалов. Участок был огорожен по периметру высоким забором. Существовала охрана, шлагбаум, то есть сторонних лиц туда не пускали. В отношении иностранцев регулярно проводился инструктаж на соблюдение мер предосторожности, аспирации, а именно на то, чтобы они находились на территории предприятия, как в рабочее, так и в нерабочее время, и выходили с территории только по крайней необходимости. Чрезмерное употребление алкоголя даже качественного до добра не доводит. В Самаре, пытаясь уйти от ответственности, нетрезвая автоледи устроила скандал в патрульном автомобиле. Белую иномарку инспектора ДПС заметили в одном из дворов. Сначала процедура оформления протокола проходила спокойно. Девушка-водитель пояснила, что просто хотела перегнать машину поближе к дому. Полицейским аргумент не показался убедительным. Поняв, что лишение прав не избежать, нетрезвая девушка устроила дебош в патрульном автомобиле. В итоге все усилия девушки дали обратный эффект. Протокол инспектора все же составили и лишили ее прав. Свою обиду нетрезвая автомобилистка продолжила вымещать на полицейских. Даже пнула одного из них. Замыкание проводки могло стать причиной пожара на чердаке 76-й Самарской школы. Сигнал о возгорании поступил в 9 утра, когда шли занятия. Преподаватели и сотрудники школы сразу же приступили к эвакуации детей. Из здания вывели почти 500 учащихся. Пожарные расчеты прибыли на место через несколько минут. Ликвидация самого возгорания тоже много времени не потребовала. К школе приехали усиленные наряды. 11 автоцистерн и две автолестницы. Сотрудники МЧС проверили все этажи кабинеты. Всех школьников успели вывести на улицу. Никто не пострадал. Точные причины возгорания устанавливаются. Уже через 7 минут после прибытия первых подразделений было установлено, что происходит загорание кровли на площади 5 квадратных метров. Загорание было ликвидировано в считанные минуты. Дети нашего класса находились на третьем этаже на уроке музыки. Именно там началось задымление. Они успели спуститься. Учитель одел детей, организованно выявил. Дети не испугались. Дети все одеты, спокойные. Деньги или телефон. Перед таким выбором незадачливый грабитель поставил сотрудницу офиса финансовой организации. Все произошло в отрадном. В здание зашел мужчина с ножом и потребовал 5 тысяч рублей. А давать деньги девушка отказалась и нажала на тревожную кнопку. Разговор продолжался несколько минут. В итоге злоумышленник выхватил у кассира мобильник и скрылся. Сотрудники полиции определили круг общения подозреваемого, места его возможного появления. Спустя непредложительное время он был задержан и доставлен в отдел МВД России по городу Отрадному для дальнейшего разбирательства. По признакам преступления, предусмотренного статьей «Разбой Уголовного кодекса Российской Федерации», возбудили уголовное дело. Задержанным оказался 29-летний житель Отрадного. По данным полиции, он неоднократно был судим за различные преступления и совсем скоро вновь окажется на скамье подсудимых. Дело уже передали в суд. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания.